Уроки, домашние задания, репетиции, тренировки. День современных подростков расписан буквально по минутам. Юный корреспондент нашей программы «Мультигейм» Сава Немалеева успешно всё совмещает. Учёбу, развлечения, съёмки сюжетов. Хватает времени и для похода на культурные мероприятия. Я хожу в театральную студию, но кроме театральной студии я иногда посещаю концерты и выставки. Последняя выставка, на которой я побывала, это «Дворцы и корабли», и мне там очень понравилось. Через несколько месяцев у Савы не день рождения, и она сможет посещать различные мероприятия бесплатно по пушкинской карте. Все плюсы участия в культурном проекте на себе уже ощутил Прохор Королёв. Это удобно в тех местах, где больше развлекательные, получается кино, театры и подобие. Я ходил в кино с друзьями, смотрел «Чебурашку» и ходил в городскую библиотеку. Все учреждения культуры проводят специальные мероприятия в рамках программы. Пушкинская карта имеется почти у каждого ученика и студента города, старше 14 лет. Она позволяет посещать различные учреждения культуры бесплатно, но в пределах номинала – 5000 рублей. Получить его может каждый желающий. Для того, чтобы ее вообще получить, пушкинскую карту, нужно зарегистрироваться на портале госуслуг, либо использовать свою учетную запись. Нужно скачать приложение госуслуги «Культура», соответственно, там зарегистрироваться. Дальше выпускаем виртуальную карту. Можно выпустить и обычную пластиковую карту, узнать информацию по мероприятиям и приобрести билеты, можно на сайте культура.рф или в приложении. Программа мероприятий публикуется заранее. Сейчас все желающие могут прийти в Краевический музей на выставки. Одна из последних – чемоданное настроение. Она переносит гостей в прошлое и открывает тайны происхождения привычных вещей. Например, граненого стакана. Здесь грани сделаны не просто так. Кто знает, сколько граней на граненом стакане? Их всегда одинаковое количество. Нет, ребята, здесь находится 16 граней. Что означают эти 16 граней? 16 граней означают количество союзных республик, которые входили в СССР. На экспозиции представлено несколько десятков предметов 19-го и 20-х веков. Так, например, здесь можно увидеть дорожную чернильницу. Или фотоаппараты, которыми пользовались в середине прошлого века. Большой интерес у первых гостей вызвали столовые приборы. Больше всего мне понравились сплотные ножи, потому что я не знала, что они сделаны из костей животных. Раньше я видела у дедушки, у них были похожие столовые приборы. То есть они были тоже дирижантные, они тоже вот так скипались. И также у него был нож. У нас дома, точнее, есть нож скипаемый тоже такой же. Есть тут электрическая бритва. Я даже не знала, что она была раньше. Я думала, только она появилась только сейчас. Мероприятия, которые проводятся по карте, регулярно обновляются. Так, например, в городской библиотеке подростки и молодежь могут проверить свои знания по различным направлениям. И на этом специалисты учреждения не останавливаются. Совсем скоро планируется организовать необычный мастер-класс. Мы придумали для ребят очень интересный мастер-класс по изготовлению шокобоксов. Любой желающий может записаться, прийти на данный мастер-класс. Они сами изготовят коробочку фирменную, очень красивую. Туда положат различные конфеты и вяжут красивой ленточкой. Мероприятия по пушкинской карте разнообразные. Каждый здесь найдет что-то интересное для себя. Также доступно и посещение кинотеатров. Любой обладатель пушкинской карты может использовать свой номинал. Кстати, в этом году номинал пушкинской карты 5000 рублей. Только отмечу, что из них только 2000 можно потратить на посещение кинозала. Вы берете эту пушкинскую карту, ну либо приложение и посещаете учреждения культуры. Проект всероссийский, поэтому пушкинская карта открывает перед подростками и молодежью двери учреждений культуры по всей стране. Алена Валей, Михаил Водвахов и Дмитрий Огородников. Наши города.